В последние числа ноября Кубань оказалась во власти мощного снежного циклона. В крае было объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Федеральные трассы в Павловском, Гулькевичском районах, а также в Армавире оказались занесены снегом. Информация о том, что предстоит снегопад, появилась раньше, чем за сутки. Чтобы не допустить подобных ситуаций, местным властям необходимо работать на опережение, отметил губернатор. Выводы мы должны сделать без обид, еще раз подчеркиваю, друг на друга и на мнение населения, самое главное, жителей, которые попали в чрезвычайную ситуацию. Они должны поставить нам оценку. Они. И когда они говорят, что не сработали, медленно, долго, неэффективно, значит, коллеги так и есть. Первый же снег, первая ненастная ситуация поризовала практически пол края. Слушайте, еще зима не наступила. Какая же там уже готовность, они могут понять, что мы докладывали друг другу. Первый вопрос, давайте уже разберем конкретно, почему технику искали, когда 30 ноября был снегопад и ветер. Коллеги, ликвидировать хорошо, еще раз подчеркиваю, намного важнее предупредить ситуацию. Сергей Евгеньевич Капустин, вам слово, потому что ГОИЧС. Назовите мне конкретно, кто здесь виновен в подобной ситуации. На наш взгляд, виновные в дальней ситуации, это собственник дороги Уппордор-Черноморье-Кужель, Владимир Николаевич, и его подрядчик, генеральный директор Дорснаб Никитин Сергей Владимирович, которые не отреагировали на ухудшение погодных условий, а когда их призвали к этой ситуации, выставили такое количество техники, которое не совладало с ситуацией. Анатолий Владимирович, подготовьте письмо на руководителя этого Кужеля, о том, что с таким руководителем дальше уходить в зиму я не собираюсь. Здесь не персонализм, здесь просто пофигизм, по-русски говоря. Потом с Дитрихом Среди, я с министром транспорта. Я за собой оставляю свое право понять вопрос на самых серьезных уровнях. О таком руководителе в крае. На краевой планерке также обсудили итоги ликвидации октябрьских подтоплений. Больше 90% пострадавших уже получили компенсации.